Здравствуйте! В эфире программа «Альметиск» сегодня в студии Эдуард Прокопьев. Смотрите в этом выпуске. Будь готов к защите Отечества. Школьники сдают нормативы ГТО. Учитывается именно наличие значков, соответственно, какие-то баллы дополнительно даются. И это для 11 классиков очень важно. Мечты сбываются. Юноша с ограниченными возможностями здоровья получил в подарок велосипед от главы района. Говорит, мам, я этот трехколесный велосипед хочу. История в картинах. В Альметиске проходит выставка лауреата Сталинской премии Александра Бубнова. Очень впечатляет. И особенно действительно вспоминаются детские воспоминания. Воспитание и чувство патриотизма у подрастающего поколения – задача не только родителей и педагогов. Принять участие в ее решении могут и представители бизнес-сообщества. Альметиские предприниматели организовали благотворительную акцию. Пригласили детей в кинотеатр на просмотр патриотического фильма. Участие в акции принял глава района Айрат Хайрулин. Идея просмотра фильма патриотического содержания возникла во время бизнес-завтрака главы с предпринимателями. Предприниматели решили провести благотворительную акцию. Купили детям-сиротам и детям из малоимущих семей билеты на киносеанс. К акции присоединились общественные организации «Боевое братство» и «Патриоты Альметиска». До начала фильма глава района и предприниматели познакомились с образовательной деятельностью учеников кадетских классов школы номер 18 и юнормейцев. В одном из холов торгового центра «Панорама» участники поискового отряда «Кадет» представили экспозицию своих трофеев. Все они собраны во время поисковой экспедиции под Волгоградом. Тогда во время раскопок ребята обнаружили останки двух павших воинов времен Великой Отечественной войны. Члены экспедиции также приняли участие в захоронении останков в мемориальном комплексе «Росыш» Волгоградской области. Ребята также показали, чему научились за все время пребывания в рядах кадетов. Для просмотра выбрали фильм «28 памфиловцев». В нем рассказывается о судьбе стрелковой дивизии, участвовавшей в 1941 году в обороне Москвы. Фильм посмотрели также и кадеты, юно-армейцы и воспитатели-офицеры. Ну, так как мы кадеты, значит, мы должны ребят своих вырастить настоящими патриотами, защитниками своего отечества и хорошими гражданами. Полина Сураева, Альметьиск ТВ. Не только кинематограф воспитывает патриотизм в подрастающем поколении. «Будь готов к защите отечества» – так называется фестиваль ГТО среди учащихся, который прошел сегодня в школе номер 16. Комплекс нормативов, аналог некогда существовавшего ГТО, сдали 11-ти классники. Своеобразные спортивные экзамены проходили специально для выпускников школ города и района. Организаторы решили, что старшеклассникам значок ГТО не помешает. Ведь, как известно, при поступлении в высшее учебное заведение, значок может дать дополнительные баллы. Сейчас при поступлении в ВУЗы учитывается именно наличие значков, соответственно, какие-то баллы дополнительно даются. И это для 11-ти классников очень важно. Один из нормативов – пулевая стрельба. Задача ребят не так проста, как кажется. Из пневматической винтовки нужно попасть в мишень, которая расположена в 10 метрах от стрелка. Стрельба проходит в сидячем положении. Чтобы привыкнуть к винтовке, стрелок сначала может сделать два выстрела пристрелочных, а в зачет пойдут последующие пять выстрелов. Чтобы получить золото, придется постараться. Для этого необходимо выбить не меньше 19 очков. Мое мнение, я думаю, каждый должен у меня стрелять из ружья. Ведь это саморазвитие для себя. Мне это нужно, чтобы свои силы показать, проверить нас, что я способна. Кроме пулевой стрельбы было еще семь специальностей. Их сдавали в спортивном зале. Подтягивание, пресс, растяжка, отжимание. Прыжок в длину выполняли и юноши, и девушки. Не у всех получалось с первого раза. Заключительным этапом было плавание. Я считаю, что сдача норм ГТО – это очень хорошая идея. Потому что дети с раннего возраста приучаются к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. И в будущем, чтобы это помогло им. Каждый должен физически крепким быть. Ну и мне это в первую очередь надо для того, чтобы дополнительные баллы получить. Получить золотой значок ГТО нелегко. Для этого нужно сдать не менее шести нормативов из восьми на отлично. Лишь тогда школьник может рассчитывать на получение значка. Полина Сураева, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Мечты сбываются. Накануне Всемирного дня инвалидов молодой альметьевец Артур Сабитов получил то, о чем давно мечтал. Помог осуществить заветное желание глава района. Артур, мы приглашаем тебя также подняться на первую ступень пьедестала, потому что достойный результат ты показал. Август этого года Артур Сабитов – призер полумарафона на дистанции 3,5 километра. Принимает поздравления от главы района. Молодой человек, активно занимающийся спортом, тогда и предположить не мог, что его мечта о велосипеде станет реальностью. Раньше он мог только говорить о ней. Потом, видимо, по интернету что ли нашел. Говорит, мам, я этот трехколесный велосипед хочу. Я говорю, это же маленькие дети катаются на нем. Говорю, он говорит, нет, мам, для нас тоже есть. Этим жилетом на высказанную просьбу инвалида откликнулся Айрат Хайрулин. Он пообещал Артуру подарить велосипед. И вот долгожданный момент настал. Новый трехколесный ортопедический велосипед теперь у Артура. Мечта молодого человека сбылась. Это то, что вам нужно для того, чтобы сохранять дух такой, желание заниматься спортом и постоянно быть в ладах со своим здоровьем. Несмотря на свой диагноз, детский церебральный паралич, Артур ведет активную жизнь и занимается спортом. В числе его любимых видов спорта тяжелая атлетика, бег. Теперь к ним прибавится еще и велосипед. Артур Сабитов не единственный из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, кому оказывается помощь. Сегодня в Альметьевском муниципальном районе проживают около 13 тысяч инвалидов. В районе принимаются меры поддержки и программы, направленные на улучшение их жизни. А с 1 по 10 декабря пройдет декада инвалидов, в рамках которой будут организованы различные мероприятия в поддержку людей с ограниченными возможностями. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. К другим темам. Альметьевский совет ветеранов принял участие в седьмой отчетно-выборной конференции региональной общественной организации ветеранов. В ходе конференции альметьевская делегация рассказала о проделанной работе и продемонстрировала свои достижения. Участники конференции обсудили стратегию программы «20-25 – активное долголетие», определили новые цели в работе. Также был избран новый президиум Республиканского совета ветеранов, куда вошли 15 человек, в том числе и председатель Совета ветеранов Альметьевского района Василий Самойлов. А заместителю председателя Совета ветеранов Нефтеграда премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков вручил благодарственное письмо за многолетний вклад в социально-экономическое развитие Альметьевска. Очень было отрадно, что работу нашего Альметьевского совета ветеранов отметили на высоком уровне. В докладе несколько раз прозвучали слова, отмечены наши успехи. И очень приятно это было услышать из уст премьер-министра Халикова о том, что наши работы мы хорошо и на благо наших пенсионеров. Еще один корреспондент нашей телекомпании решил попробовать себя в новом качестве. В рамках республиканской акции «Журналист меняет профессию». Алия Калимулина в роли сотрудника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД принимала экзамены у новоявленных водителей. В Альметьевске автомобиль есть у каждого пятого жителя города. Но иметь железного коня мечтает каждый второй. Однако купить машину еще не все. Чтобы ею управлять, необходимо получить водительские права. А это не так-то просто. Знание правил дорожного движения и умение грамотно водить машину – вот основные критерии удачной сдачи экзамена. Сложно для курсанта, а для экзаменатора – это можно понять, только испытав на себе. Первым делом экзаменатор знакомится с документами потенциального водителя. Проверяет паспорт, наличие медицинской справки, лицензии автошколы, личной карточки водителя. Если никаких нарушений не выявлено, можно смело приступить к решению тестовой части. Все, присаживайтесь за четвертый компьютер. Курсанту предлагается 20 вопросов, на которые он должен ответить безошибочно. Иначе теоретическая часть экзамена не засчитывается, и курсант не допускается к практической части – вождению. Пока мои экзаменуемые решали теорию, я занялась заполнением специальной документации. А сейчас начнется самое интересное, ведь курсанты переходят от теоретической части экзамена к практической. Включаем видеокамеру в машине, берем в руки секундомер, и я волшебным образом превращаюсь в экзаменатора по вождению. Принимал я экзамен по пяти дисциплинам. Змейка, эстакада, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве и гараж. На каждое задание дается по две минуты. Как бы я ни старалась закрыть глаза на ошибки курсантов, мои коллеги были очень бдительны. Поблажек никто не получал. Пришлось сообщить некоторым, что экзамен они не сдали, озвучив при этом причину. Дважды движение задным ходом делать запрещается. Десятиминутное безошибочное вождение дает право продолжить экзамен уже в городе. Однако быть экзаменатором по вождению в городе мне не доверили, так как опыта маловато, да и полномочий нет. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что я экзаменую в классе и на полигоне. В известной поговорке говорится «хорошо там, где нас нет». В жизни у каждого свое место. Кто-то водитель, кто-то инспектор, а кто-то журналист. Не важно, какая работа, главное найти свое место. Я свое уже нашла. Впервые в Альметьевске экспонируется выставка выдающегося советского художника Александра Бубнова. Любителям живописи известно его знаменитое историческое полотно «Утро на Куликовом поле». Более 40 работ знаменитого живописца теперь можно увидеть в Альметьевской картиной галереи. На торжественном открытии выставки побывала и наша съемочная группа. Это по-настоящему большое культурное событие для Альметьевска. Работы знаменитого советского живописца впервые выставляются в Нефтеграде и стали большим подарком для горожан. Александр Павлович Бубнов – советский художник-жанрист, который известен на всю Россию своими историческими картинами. В своих работах Александр Бубнов стремился передать силу русского народа и интерес к воинским подвигам великих русских полководцев. Через эти картины различным эпохам истории мы очень близки, становимся сказочным персонажем и, безусловно, все это наша история. Одно из самых известных произведений великого художника – картина «Утро на Куликовом поле», пожалуй, знают все. Она часто встречалась в учебниках истории и научно-популярной литературе. К сожалению, в Альметьевск на выставку картина не попала. Зато хозяйка выставки, искусствовед, арт-директор Московской галереи «Велум» Любовь Агафонова собрала более 40 подлинников, среди которых 5 эскизов знаменитого произведения живописца. Среди них 5 эскизов к эпохальному произведению, где художник добивается разработки образов воинов, которые стояли на защите своей родины. В работе над многими своими произведениями живописец не пользовался натурой. В этот список вошли картины и иллюстрации к произведениям русских писателей и поэтов. Жемчужиной коллекцией является несколько листов к произведениям Александра Сергеевича Пушкина «Песня о вещам Олеги», Борис Годунов и Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством», которые он сделал мастерски, виртуозно. Картина Александра Бубнова – это не только исторические полотна и сказочные персонажи, но и великолепные пейзажи. Выставка буквально заворожила посетителей галереи. Увидеть подлинники знаменитого советского живописца – большая удача. Посмотреть вживую, так скажем, картины известного художника очень впечатляет. И особенно действительно вспоминаются детские воспоминания о книгах, которые смотрели, иллюстрации именно в детстве, в школе. И сейчас увидеть картины, как это правильно сказать, настоящий экземпляр – впечатляет. Познакомиться с подлинниками классика русской живописи и проникнуться духом великой русской истории можно будет до конца декабря. Полина Сураева, Эдуард Прокопьев, Альмитиск ТВ. И в завершении о спорте. В Альмитиске прошел 22-й всероссийский турнир по волейболу среди мужских команд на Кубок Компании «Татнефть». О том, какие команды приняли участие в турнире и кто стал победителем в нашем материале. Волейболисты из Перми, Ижевска, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Тольятти, а также две команды из Альмитиска – таков в этом году состав участников традиционного турнира на Кубок Компании «Татнефть». Как и прежде, волейболисты Альмитиска в числе фаворитов турнира. В прошлом году альмитиские волейболисты завоевали золото, в финале переиграв спортсменов из Нового Уренгоя. По запрошлом стали финалистами. О том, как шла подготовка к соревнованиям, рассказал тренер альмитиской команды. Тренировались усердно, посещая тренировки после работы. Другие команды в основном также имеют отношение к нефтегазовой промышленности. Сергей Смирнов – игрок нижегородской команды НГТУ, которая впервые участвует в соревнованиях. В числе безусловных лидеров он назвал и команду Альмитиска. Это все сильные, но, мне кажется, одна из таких альмитиск, хозяева, одни из самых сильных. Мы с ними в группе будем бороться. Но на этот раз представителям Альмитиска пришлось довольствоваться бронзой и серебром. Победителем турнира стали волейболисты Ижевского из «Стройгаза». А мы напоминаем, что на сайте нашей телекомпании продолжается борьба за призы в конкурсе «Селфи с мамой». Поддержите конкурсантов своими голосами. На этом наш выпуск подошел к завершению. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова